Почему стоит покупать у Video-Shopper.ru, если есть такие большие фирмы, как Звездной и Евросеть? Мы меньше, поэтому стараемся больше. Здравствуйте, с вами Video-Shopper.ru. Сегодня с нами HTC One SV. Бюджетный телефон, но с крутыми фишечками. Примерно так его окрестили создатели в компании HTC. А все из-за наличия LTE и NFC. Эта компания, подобно Самсунгу, любит выпускать много моделей разного пошиба. И пользователи уже путаются, где, что и как. Давайте же не будем поддаваться этому и разберемся, чем же запомнится HTC One SV. Когда вы купите телефон у нас, то бесплатно получите полноценную навигацию, множество игр и программ, уникальный видеоучебник по Android, а также доступ к сайту «Телефон для жизни». Подробности по телефону на экране и на сайте Video-Shopper.ru. В комплекте со смартфоном идет зарядка, он же переходник USB, наушники и инструкция. Корпус One SV выполнен из поликарбоната черного цвета. Матовая поверхность позволяет телефону не выскальзывать из рук и приятно на ощупь. Смартфон очень удобно держать. Он легкий и компактный, несмотря на свои немаленькие размеры. Передняя панель представляет собой глянцевый экран с горизонтальным динамиком вверху, глазком фронтальной камеры 1,6 Мп и тремя сенсорными кнопками «Назад», «Домой» и «Меню». Сверху, сразу под динамиком скромная надпись HTC. Выглядит органично. На правом ребре качелька громкости, которая очень хорошо вписана в общий дизайн смартфона. Сверху кнопка питания и слот для наушников стандартного диаметра 3,5 мм. Внизу вход под зарядку, он же слот под microUSB. На задней панели сверху окошко 5-мегапиксельной камеры со вспышкой. Посередине глянцевая надпись HTC. Внизу динамик и бессменная в последнее время надпись на всех моделях этой компании. Beats Audio. Гаранта хорошего звука. Плюс появилась еще одна 4G LTE. Если снять заднюю панель, а это, к слову, сделать совсем несложно. Можно увидеть батарею на 1800 мАч. Вход для microSIM и microSD с поддержкой объема аж до 128 ГБ. Готов работать верой и правдой в течение полутора дней. Оперативки 1 ГБ. Встроенной 8 ГБ. Но тут есть слот для карточки, так что беспокоиться о недостатке памяти не стоит. Перейдем к дисплеям. У OneSV он диагональю 4,3 дюйма с технологией SuperLCD2 и разрешением 480 на 800. 236 ppi на дюйм. Для отображения текста и мелких деталей в самый раз. Перейдем к начинке. Мы имеем двухъядерный процессор Qualcomm S4 с тактовой частотой 1,2 ГГц на базе Android 4.0. Работает все очень даже неплохо и шустро. Из новых фишек новые спутниковые карты с возможностью 3D просмотра местности и остальные функции, которые есть в смартфонах предыдущих поколений. На OneSV стоит 5-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и автофокусом. Помимо обычных настроек, есть также возможность накладывать фильтры на снимки, портретная и панорамная съемка. Фотографии получаются очень даже неплохие, даже несмотря на то, что в камере всего 5 мегапикселей. Можете убедиться сами. Максимальное разрешение видео 1920х1080. Немного темновато, но в целом неплохо. Вот что у нас получилось. Что касается звука, то на OneSV стоит фирменный звук от Beats Audio Enhancer. Для более глубокого выраженного баса в наушниках. Без наушников звук слишком звонкий, так что высокие ноты при сильной громкости немного напрягают. Помимо обычного MP3 формата, OneSV читает также AAS, WAV, WMA. Все в порядке у телефона с беспроводными протоколами. Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0. Ну и без USB не обошлось. Стандарт 4 LTE, который гарантирует высокую передачу данных и низкие задержки в работе системы. Но в России, к сожалению, эта фишка пока не столь используется. Подводя итог, можно сказать, что HTC OneSV – это отличная бюджетная модель, которая имеет возможности современного Android-телефона четвертого поколения. Шустрая и быстрая. Удачи в выборе. И не забывайте подписаться на наш канал на YouTube. Субтитры подогнал «Симон»!